Вдруг я услышал ужасный звук разрывающегося полотна. Это пошли в кольпы. И толпа по пронитею бросилась сбежать. Что случилось с его преображенцами? Они растворились в городской толпе. Обернувшись, он увидел, что за ним почти никто не идет. Город не хотел подавлять революцию. Старый деспот, доведший до полной разрухи страну, отречется или будет низложен. Царствовать будет Алексей, регентом будет Михаил. Привет, меня зовут Полина Галуева, и это подкаст «Голоса проигравших». Здесь мы вместе с моим коллегой, историком Иваном Толстым, будем делиться воспоминаниями наших соотечественников, иммигрантов первой волны, переживших революцию 1917 года, мировую и гражданскую войны, и, по сути, потерявших свою страну, Российскую империю. Сегодня поговорим о февральской революции 1917 года. Началом революции историки называют 23 февраля по старому стилю или 8 марта по новому стилю. В этот день большая группа протестующих, состоящая из фабричных и заводских работниц и работников, с Выборгской набережной направилась в центр города. Демонстранты требовали хлеба, с которым в Петрограде были перебои и окончания войны. Буквально с первых дней революцию стали называть бескровной. Насколько это далеко от истины? В эти дни почти не было выстрелов, почти не было убитых, и отсюда родилась вот эта легенда о ее бескровности. Первые пять дней, собственно, до конца февраля, историки насчитывают несколько убитых человек, несколько офицеров. Ну, конечно, они насчитывают и полицейских, но такое впечатление, что полицейских никто за людей не считал. Жандармов, конечно, я имею в виду. Жандармов топили, убивали, стреляли, ударяли тяжелыми предметами по голове. Да, тут счет идет не на единицы, а, по-видимому, на десятки. Хотя никто не подсчитывал. Очень было холодно в те дни в Петрограде, и под лед спускали убитых. Так что, когда они всплывали, ну, в общем, не до статистики было. Революция считалась бескровной. А ведь кто считает, кто называет бескровной? Интеллигенция, журналисты, люди образованного класса, а среди них убитых-то почти и не было. Вот они и сочли эту революцию бескровной. Наш первый гость из прошлого и непосредственный участник событий – русский писатель, журналист и политический деятель Марк Львович Слоним. Марк Львович родился в 1894 году в Новгороде-Северском, в Черниговской губернии. Образование получил в Одесской третьей гимназии. Затем уехал за границу, жил во Флоренции, учился во Флорентийском университете, а в 1915 году вернулся в Россию, в Петроград, чтобы поступить в университет. На момент революции Марк Слоним учится на четвертом курсе университета и входит в партию СССР. 23 февраля была первая большая манифестация на Невском. И, как повторяю, там народу было огромное количество. В тот же день я опять вышел на улицу и уже демонстрацию разогнали. Разгоняли ее первый день. Только конная полиция, солдаты шли грудью, но не стреляли. Но меня поразило, когда я вышел часов в пять, это значит темнота полная была. Но проводили по Невскому полевой телефон. И солдаты грелись у костров. Значит, ощущение было, очевидно, готовиться к чему-то очень крупному. На другой день, 24-е, уже демонстрации показались мне гораздо более серьезными. Потому что толпа не только кричала хлеба, но кричал дало себя держать. Толпу начали стрелять. Я был в числе, значит, демонстрантов у Казанского собора. Когда в три часа вдруг я услышал этот ужасный звук разрывающегося полотна. Это пошли в ход пульматы. И толпа пролетью бросилась бежать. И, значит, я вместе со всеми бежал и слышал этот соконь и копыт. Казацкие сотни, которые разгоняли толпу. 25-го я был на Знаменской площади, возле памяти Калисана Третья. И вот тогда я видел, стояла толпа, огромная толпа, не двигалась. И вышел полицейский офицер. Обнажил шашку и начал орать. Кричал, входите, разгоняй, убью. И вообще обесновался страшно. Толпа не двигалась. И молчала. Рядом стояла казацкая сотня с казацким офицером. В полной готовности. Еще я посмотрел так, вижу хмурые какие-то лица. И офицер полицейский махнул им шашкой и крикнул. Разгонять толпу! И вдруг офицер постоял минуту, повернул лошадь и поехал назад. И вся сотня рев толпы. Это дикий крик и шум. Толпа бросилась за ними, смяла городовых. Отряд городовых был небольшой. И их просто смяли. А казацкая сотня удалялась. Вот это был тот момент, когда я с трепетом, с каким-то задыхаясь, я знал, революция. Все мы говорили, ожидали, и пришла она, как в Евангелие, знаете, ночью. Все-таки после того казаки уехали, явились какие-то другие отряды, и толпу начали разгонять. Пришли полицейские крупные силы, толпу опять смяли и погнали к Невскому. Мы опять бросились бежать туда. Еще 25-го в толпу стреляли. По всему Невскому была кровь. Уже 26-го числа все были страшно растеряны, но уже начали говорить о революте. Но никакого ни направления, ни участия. Только идите в Думу. Вот это единственное, что было. Затем, вот два тоже события, которыми я был свидетелем. Я жил в военной петроградской гостинице. В ней жил военный губернатор Петрограда, генерал Хабалов. Ему мы обязаны честью, что на крыше Растории поставили пулемет. Но пулеметы эти не действовали в ночь с 27 на 28 февраля, когда толпа брала штурмом Мариинский дворец. Я участвовал в этом деле. Потому что Мариинский дворец был наискосок от военной гостиницы, от истории. И я просто вышел из гостиницы и очутился в толпе, которая брала штурмом Мариинский дворец и министров, заседавших годополучно там. Тут же думать о том, что это революция не приходилось. Было это дело ночью. Причем зрелище было совершенно фантастическое. Горело главное полицейское управление. И зарево на очень светлом, чистом небе, зимнем, было какое-то багровое, сзади Мариинского дворца. И какие-то там, то ли факелы, только черт знает, что там было, но какие-то огни. И вот эта огромнейшая толпа смяла караул в больнице. И вот 28-е число, утро раннее, часов 8 с половиной. И я слышу музыку. Я встал и подбежал к окну. И увидал, как по Исаакиевской площади идет какой-то офицер, он оказался великим князем Кириллом. И за ним в боевом порядке с оркестром впереди идет второй балтийский флотский экипаж. И в этот самый момент застрекотали пулеметы с крыши гостиницы автория. Матросы бросились сперва в рассыпную. И через 5 минут Астория была взята штурмом вторым балтийским флотским флотским экипажем. Причем матросы вырвались и начали громить. Совершенно озверевшие от злости. Они шли в дуну. Я побежал в коридор, чтобы посмотреть, что делает Елена Константиновна Рыжкина. Женщина старая уже. Я подумал, что с ней произойдет. Прибежал, что-то ей сказал, чтобы посидеть спокойно, не беспокойно, закройте дверь. И побежал обратно. И смотрю, у меня в комнате стоит несколько человек. И один какой-то. У меня была передняя. И вот в этой комнате он держит мои часы. И я к нему бросился. И говорит, часы. Он меня в грудь толкнул. Все загоготали. И я совершенно в бешенстве. Говорю, что это революция? Что ты делаешь? И тут бы мне, вряд ли, пришибли бы. И в этот самый момент вылетает какой-то матрос и кричит. Львович! И я узнаю одного из членов моего кружка, который погнал. Этого арестовали, который схватил мои часы. Часы, между прочим, благополучным образом грохнулись. Озимь и разбились. Так что я всю революцию прошел без часов. Любопытная вещь. Тут же сидит эта самая Елена Константиновна. В Астории прекратили отопление. Стекла разбиты. Потому что перед тем, как ворваться, матросы дали залп. Значит, надо уходить, потому что собачьи холоды. И она почему-то решила, что она должна идти в Витальянское посольство. Потому что у меня там друзья. И она умоляет меня, проводите меня в Витальянское посольство. Идем в Витальянское посольство, которое нагло, конечно, закрыто, никого не пускает и прочее. И она не хочет возвращаться в Витальянское посольство. И вот мы через весь этот революционный Петербург идем. Студент, я, старая дама и молодой человек лет 16, верзила невочайник. Идем к ее дочери, светлейшей княгини Лопухиной Демидовой, жившей на петербургской стороне. Можете себе представить. И вот через весь Петербург пешком. Вот пришли, значит, лопыгнули. Там тишина, там никакой революции вообще нет в Петербургской стороне. Никого, ничего нет. И живут так, как будто вообще никакой революции. Это где-то в Петрограде революция. А у нас здесь ничего нет. Глава, светлейший князь Лопухин Демидов, кирасирский полковник, говорит, что это такое за беда, революцию такую-то. Вот пошлют им два полка с фронта. А вот кончится все это дело. О двойственных настроениях в Петрограде рассказывает поэт-акмеист Георгий Адамович. 26 февраля был спектакль, последний балетный спектакль императорского балета в Мариинском театре. Моя мать всегда ходила в балет и поехала в балет. Я ей говорил, страшно, уже на улицах стреляют. Она говорила, ну да, у меня кресло, я должна поехать. И поехала. Вечером в городе было явно очень тревожно. Я решил, я поеду все-таки за матерью, чтобы ее привезти домой. И хорошо помню, я пешком пошел в театр в город, в темный где-то наносились какие-то выстрелы. У меня было впечатление, что что-то очень серьезное готовится. Но это я рассказываю потому, что как было все-таки беспечно вот это буржуазное общество. Помню, что моя мать, которая поехала тоже довольно испуганная, вышла из театра веселая. Я говорю, да, ну тут вообще-то как мы домой доедем? Она говорит, да нет, пустяки. Она, очевидно, в театре говорила своим знакомым. Все говорят, завтра все успокоится. Но ничего не закончилось, потому что уже пролилась кровь, были нарушены приказы и толпа на площади. Уже скандируют не только хлеба, но и долой самодержавия. Вы слушаете подкаст «Голоса проигравших». Вернемся после короткого объявления. Здравствуйте, это Виктор Кульганик. Новые истории людей, которые оказались в заключении. Осознание жизни через тюремный опыт. Как человек за мешоткой смотрит на себя и на окружающий его мир. Во втором сезоне подкаста «Азбука тюрьмы» в эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах. Вы слушаете подкаст «Голоса проигравших». Город не хотел подавлять революцию. Сам город. Полковник Александр Кутепов вывел преображенцев и повел их за собою туда, на Литейный, разгонять, упреждать, не давать, гнуть в бараний рог и так далее. Что случилось с его преображенцами? Они растворились в городской толпе. Обернувшись, он увидел, что за ним почти никто не идет. Когда говорят о том, как никто не вступил на защиту власти, а никто не хотел на ее защиту вступать. Власть оказалась слаба. А как только она слаба, в народе рождается злое торжество. Мы не будем подчиняться. Мы сейчас отомстим за все эти несправедливости, за все это унижение, которое мы испытывали. Мне все-таки хочется на время перебраться из Петербурга в Москву, чтобы узнать, как революцию подхватили в других городах. Послушаем студента Московского коммерческого института Вадима Алексеевича Кунгурцева, перебравшегося в Москву из Сибири в августе 1914 года. На момент революции Вадиму Кунгурцеву 20 лет. 27 февраля произошла революция в Ленинграде. 28 утром мы, студенческая группа, уже знали об этом. И мы отправились все на Воскресенскую площадь. Это площадь в Москве центральная. Теперь она называется Площадь революции. И там постепенно начали собираться студенты, курсистки. Это первые, кто пришел туда. Даже когда городской голова Челноков вышел и посмотрел, так он сказал, ах, пришли девочки и мальчики. Но эти девочки и мальчики очень быстро, во-первых, росли в числе, а во-вторых, к ним очень быстро присоединились рабочие, которых беспрепятственно пропускала полиция в центру. Столкновения были только на Каменном мосту. И то незначительные. Там столкновения были с рабочими и полицией, которая очень быстро уступила своей позиции, так как на помощь рабочим пришли войска. Солдаты уже были тоже, частично выходили уже из казарм. И вот на этой самой Воскресенской площади какое-то создалось такое импульсивное ядро. Когда, так сказать, собралась эта масса, когда люди увидели, что действительно они уже сила. Уже тут и рабочие, тут и студенты, тут и солдаты, а полиция исчезла. То свобода действий для нас была уже ясна. И мы, вот студенческая группа, мы прямо сразу же бросились к себе в свой район, в Замоскворецкий, в наш институт был Замоскворечь. В Александровской казарме. Единственной мыслью нашей было, что бы ни стало, снять как можно скорее. Солдат, там, кажется, был расположен 55-й полк. И три школы прапорщиков. Вот всех этих людей мы хотели бы, чтобы не стало, как можно скорее снять, присоединить к революции. И таким образом закрепить революцию в Москве. И подкрепить революцию в Петрограде. Нам это очень быстро удалось. Юнкера, солдаты. Несмотря на то, что были там приняты меры, и там ворота были закрыты, пулеметы стояли на лестницах, но мы перелезали через заборы, никто на нас, в нас не стрелял, пулеметы молчали. И солдаты, юнкера очень быстро присоединились к нам. Был, правда, один несчастный случай, что какой-то офицер выстрелил и убил студента. Покороны этого студента потом превратились в очень большое торжество революции. Что в это время делает Николай II и Государственная Дума? Николай II во время февральской революции находился в Ставке и играл пассивнейшую роль. Играл роль высшего государственного наблюдателя за событиями. В первые дни февральской революции важнейшую, положительнейшую роль играл председатель Государственной Думы Михаил Радзянко. Этот человек с парламентским мышлением пытался предотвратить кровавые события. Он делал каждый раз упреждающие шаги. Увидев, что происходит в Петрограде, он обратился прежде всего к председателю Совета Министров, князю Голицыну. Встретился с ним и убедил его собрать некий комитет, которого раньше не существовало. Из представителей городского комитета, земских комитетов, из представителей общественности, тех активистов, которые представляли мелкие ячейки общества. То есть это были те активисты, которые могли помочь в разрешении продовольственного кризиса в Петрограде. Так вот, Михаил Радзян, председатель Государственной Думы, приезжает к князю Голицыну, председателю Совета Министров, и объясняет ему, что такой комитет нужно создать. Князь Голицын соглашается, комитет создается и отправляется на свое первое заседание в Литейную часть. Как только заседание открывается, тут же врывается пристав Литейной части вместе с жандармской подмогой и солдатами, и арестовывает всех. То есть в самом начале, 25 февраля, как только можно было перевести революционную назревающую ситуацию в парламентское русло, то есть продолжить переговорный, соглашательский процесс. В этот момент власть проявляет невероятную упертость и недальновидность. Но Михаил Родзянко не останавливает своих парламентских усилий. Он связывается с великим князем Михаилом Александровичем, который находится в Гатчине, тем самым Михаилом Александровичем, который через несколько дней будет на мгновение российским императором следующий, потому что в его пользу отречется Николай II. Так вот, Родзянко объясняет великому князю Михаилу, что необходимо немедленно связаться с Николаем II, с его братом, и объяснить Николаю, какая ситуация в Петрограде. Нужно немедленно отправить в отставку совет министров и объявить о создании ответственного министерства. И поскольку это какой-то шаг к переменам, это может охладить общественный революционный пыл. Михаил Александрович связывается с Николаем, и тот отказывает ему во всем. Родзянко продолжает свою активную парламентскую деятельность, и 27 февраля, поскольку Государственная Дума была по существу распущена, для того, чтобы предотвратить горшие события, Родзянко возглавляет Временный комитет Государственной Думы, который входит в контакт с Петроградским советом. Парламентская часть страны и общественная часть страны соединяются и создают вместе 27 числа Временное правительство. А на следующий день после этого приходит все-таки распоряжение Николая Второго о создании ответственного министерства. Уже нет той базы, на котором оно было бы создано. Время упущено. Николай пропустил историю. Кульминацией февральской революции стало свержение российской монархии. 2 марта 1917 года по старому стилю по Петрограду поползли слухи об отречении Николая Второго от престола. Толпали ковалы. Протестующие начали сбивать прикладами и топорами двуглавых орлов. А они были практически везде. Не только на правительственных зданиях, но и на аптеках, на винных лавках, даже на каретах, которые, кстати, останавливали, вытаскивали из них пассажиров, а орлов сбивали. О том, как протестующие отреагировали на отречение Николая Второго, вспоминает Георгий Адамович. Я должен вам сказать, что за несколько, с год, дня за два до революции я пришел в университет. В университете был сторож, с которым я часто разговаривал, он меня хорошо знал. В романо-германском семинарии, по-моему. Весь увешанный всегда медалями, старый университетский сторож. Я тогда был поражен тем, что он меня встретил и за два дня до революции сказал студенту, а он, вероятно, был прежде солдатом, такой заслуженный университетский сторож, сказал мне дословно, я эту фразу помню точно, «А скоро мы Николашку за ноги повесим». Для меня это так казалось невероятно. Мне не казалось тогда лично, что действительно это уже конец империи. Но то, что старый университетский сторож мог сказать эту студенту, не боясь, что студент пойдет кому-нибудь расскажет, показывает, что уже был развал всего. Я тогда был взрослый, мне было 23 года, я пошел на улицу смотреть, слушать, что делается. Помню, что все говорили, где царь, где государь, говорили, что он арестован, другие говорили, что он вернулся в царское село с какими-то войсками, тогда говорили о войсках генерала Иванова, который, как вы знаете, не дошел до Петербурга, потому что, не помню, не было ли сообщений, или войска отказались, и вдруг узнали, что образовано временное правительство в Государственной Думе. Хорошо помню изумление, потому что одно время говорили, нет, будет монархия, я помню эти разговоры уличные, и царем уже провозглашен великий князь Николай Николаевич, бывший верховный командующий, человек, который тогда был очень популярен все-таки, неосновательно, судя по тому, что узнали о нем после, но который имел, может быть, благодаря своей такой наружности, воинственному виду, такой был, как будто, вот, блестящий будет русский монарх. Но потом оказалось, что нет, это неверно. Было большое удивление, и у нас дома, и, знаете, все звонили друг другу по телефону, спрашивали, когда узнали, что во главе правительства поставлен князь Львов, потому что все думали, что будет Родзянка. Знали, что государь отрекся от престола, знали, что поехал на станцию Дно, еще тогда иронизировали, где кончилась династия, трехсотлетняя династия Романовых, как раз на станции Дно. Знали, что поехал Гучкоп и Шульгин. Потом, так как все ползло, слухи, рассказы, все как всему прислушивались, все все узнавали, знали, что государь держался спокойно, достойно, и особенно всех поразило, что он говорил только с Гучковым. На Шульгина не взглянул, чуть-чуть даже не захотел ему подать руки. Что понятно, Гучков был всегда его врагом, и он знал, что Гучков это его враг, а Шульгин держался монархистом. Государь, вероятно, был изумленным, тем, что монархист приехал требовать от него отречения. Неужели Михаил будет царствовать? Вы, может быть, знаете, что Малюков сказал на этом собрании в каком-то зале Государственной Думы, старый деспот, доведший до полной разрухи страну, отречется или будет низложен. Царствовать будет Алексей, регентом будет Михаил. И Милюкова чуть не растерзали в ответ, потому что не хотели слышать о том, что может монархия продолжаться. У меня лично впечатление было приблизительно такое же, такое же самое. Я ходил по улицам, прислушивался, на каждом углу стояли группы 50, 25, 100 человек, какой-нибудь оратор на какой-нибудь бочке или просто произносил речи, начинались споры. Я помню, как на углу Садово и Невского, я помню этот угол, какой-то человек стал говорить, что теперь должен царствовать Алексей или Михаил. И тоже в ответ было такое негодование, о чем вы говорите, как вы можете, провокатор, не знаю что, какие романы, какая монархия должна быть республика. Затем узнали, что у Михаила, у великого князя, значит, брата царя, было собрание, на котором Милюков единственный, чуть ли не на коленях умолял Михаила не отрекаться, а принять трон. Михаил не найдет в себе сил принять какое-то волевое решение. Он отказался стать императором. Появилось временное правительство, которое просуществовало положенный свой девятимесячный срок, и после этого разродилась Октябрьская революция. О взлете и падении временного правительства будем говорить в следующем четвертом эпизоде голосов проигравших. А если вам хочется глубже погрузиться в истории людей, чьи воспоминания мы используем в подкасте, ищите книгу «Русская лихолетия. История проигравших». Это проект русской службы радио «Свобода» под редакцией Ивана Толстого. Иван, а по какому принципу вы отбирали воспоминания для книги? Принцип разнообразия. Женские голоса, мужские голоса, старые и новые, литераторы и антилитераторы, дети и юристы. Заметьте, в этой книге нет людей власти. Здесь все люди, но не то, чтобы они уравнены, но они, это не те, кто руководил Россией, это все жертвы истории. Вот этот был принцип. Взять такой вот срез тех людей, с которыми себя можно ассоциировать. Я мог бы быть художником, если бы просто умел рисовать. Но мне, например, воспоминания и особенно портреты Юрия Айнкова страшно близки. Мне кажется, что это я, если бы я обладал бы талантом. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на подкаст в вашем любимом приложении. Ставьте нам лайки и пишите комментарии. Пока-пока! Студия подкастов Радио Свобода Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин